приветствую вас итак продолжаю знакомить вас со своей новой копировальной приставкой к токарному станочку небольшому corvette 71 сегодня будем делать с помощью нее простенький канилюрчик первоначально задача такой не ставилась вот но решение пришло как это часто бывает спонтанно решение простое вот я подумал почему не сделать будет как дополнительно опции начнем с того что я про фрезерную цилиндр вот но потом будем на нем делать уже канилюр так приступаем так и так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, цилиндры я проточил, ну и прошел со шкуркой, чтобы она была гладкая. Теперь самое главное, делаем некоторые навесы. Вот такую пластину заранее сделал с роликами из капролоктама. Ее крепим к этой стойке. Продолжение следует... С другой стороны крепим шкив из МДФ. Тоже к стойке винтами на М6. Продолжение следует... Шкив регулируется. По пазу ходит, то есть своеобразный такой натяг. Дальше... Заранее заготовил тросик 1 мм толщиной, спаял внахлёст. Вот, теперь будем его крепить. Вот на этом грибке, он из чугуна сделан, я сделал небольшую канавку глубиной где-то 3 мм, ну и шириной тоже 1 мм в 5. Наматываем, делаем один наоборот тросика, дальше тросик идет на ролики и на шкив. Шкив натягиваем. Так, теперь, значит на каретке есть прижимчик, который зажимает тросик. Вот таким образом мы завязываем перемещение каретки с вращением шпинделя. Вот, видно, заготовка вращается. Ну, в общем-то, вся хитрость теперь будем обрабатывать. Звук шпинделя. Один виток сделали, теперь деталь поворачиваем на 90 градусов. А почему на 90 градусов? Дело в том, что вилки, как правило, в станках имеют 4 зуба. И они оставляют следы заготовки. То есть деталь можно с большой точностью поворачивать на 90 градусов 4 раза. Таким образом у нас может получиться 4 витка. В общем-то, это такая планшайба получилась у нас сама с обоей. Здесь главное точно совместить. Все отлично. Делаем вторую нитку, ну и последующей таким же способом. Звук шпинделя. Звук шпинделя. Делаем вторую нитку. Делаем вторую нитку. Субтитры сделал DimaTorzok Дерево-бук, поэтому частота достаточно приличная. Канилюрчик готов. Если диск развернуть под большим углом заготовки, то есть не 3-4 градуса, как здесь, а больше, 10-15, может быть, еще какой, это надо экспериментировать. Паз будет более глубокий, и рисунок более контрастный. Попробуем теперь на фигурной детали. Я ее точил в первой части видео. Посмотрим, что получится. Субтитры сделал DimaTorzok Все, что получилось. Кстати, еще одна работа на этом станке. Это ручки для настольного футбола. Был такой небольшой заказ. Дерево Wenger, термодерево. Очень красивая, шкала одного цвета. Но очень паршивая в обработке. Задиристая. Шлифуется, правда, хорошо. Здесь задача была сделать одного размера. В общем-то, как раз приспособа к месту подошла. И в заключении покажу вам более подробный теновес. На сегодня все. В следующем видео планирую показать работу уже с фрезером на этом станке. То есть, попытаюсь поставить его на эту каретку. И будем делать каннелюрчик. Что получится, посмотрим. Всем удачи, до встречи.